Пассажирские перевозки должны быть комфортными. Наша съемочная группа спросила тех, кто пользуется общественным транспортом. Довольны ли они состоянием автобусов, их внешним видом? Насколько внимательны к своим пассажирам и вежливы водители? Такого, чтобы ждать и долго где-то приходилось стоять, не было. Как бы все нормально здесь всегда. Только набрался, сразу поедал. В салонах чисто. Никогда такого, чтобы куча грязи была, даже в дожди не было. Есть водитель у нас один очень хороший. Вот белая маршрутка стоит. Дядя Эдик зовут, да? Вот дядя Эдик. У него в маршрутке все чисто, он очень нам нравится. И вежливый такой, добрый, хороший человек. Ну не знаю, у него все в порядке и с графиком, и с маршруткой все чисто всегда. Наш 110-й изумительный. Ходят регулярно. Водители очень внимательные, доброжелательные. Я бабушка-пенсионерка, я езжу каталоном. И вот никаких нету ни препятствий, ни день, ничего. Мы очень им благодарны. По правилам пассажирских перевозок, транспортное предприятие обязано выпускать на маршрут чистые автобусы. Но на остановке около Южного рынка можно заметить, что этот пункт водители выполняют не всегда. После дождливой погоды некоторые до сих пор не привели транспорт в порядок. От жителей продолжают поступать жалобы на график расписания маршрутов и санитарное состояние автобусов. Я езжу на 129-м, на 130-м. График очень редко соблюдается. Суббота-воскресенье – это нереально, чтобы они были по графику. На нашем маршруте все вежливые. В салонах чисто. Водители, в принципе, адекватные. Я бы не сказала, что они невежливые. В салонах, да, не мешает быть чище. Ну и плюс, если это старые маршрутные такси, то есть абсолютно в ужасном состоянии. Эту информацию мы обязательно передадим в Управление транспорта и связи администрации. Однако, ко мнению жителей города-курорта в отношении транспорта, должны прислушаться предприниматели, которые занимаются перевозками. Именно они и обязаны исправить недочеты, чтобы не портить картину впечатлений гостям курорта. Если же предприниматели не обратят внимания на замечания, может им стоит сменить вид своей деятельности?